Вот не верю я, что можно прожить взрослому, здоровому человеку на пособие 1500 рублей в месяц и на 4500 рублей тоже. На 12 130 рублей можно только не умереть с голоду какое-то время если ты живешь один, без детей, но не жить. А если вспомнить как регулярно и без задержек идут перечисления, то сразу закрадывается мысль но ведь на что-то они живут. Значит имеют неофициальный доход, значит есть кормушка. Может квартиру сдают, может комнату, может что-то сами производят и продают. Все эти виды дохода одновременно с получением пособия, наглый обман государства и всех честных налогоплательщиков. Для самых хитрых которые не работают официально и на бирже не стоят надо сделать штраф за тунеядство. А еще есть категория людей которые вообще ни одного дня в своей жизни не отработали, а все туда же, дайте мне пособие, и все просят и просят, и все то и мало, вместо того чтобы работу искать. А во двор выйдешь так пройти негде, все машинами заставлено. На дорогах пробки достали, вот если так много бедных, то откуда у них деньги на машину, поэтому не нужно повышать пособие по безработице. На детей доплату можно еще подумать давать ли, все таки рождаемость падает и с этим нужно что-то делать. Налог на бездетность хорошая идея, нужно просто доработать его и принять. Пусть рожают, а если не могут, то у нас полно готовых детей в детских домах, пусть разбирают, пока выбор есть. Они хотят платить и за свой выбор. А тут еще насмешили, пособие им подавай, этим домохозяйкам, это разве работа дома сидеть. Вот пенсии поднять это другое дело, это нужно было первым делом сделать. Но старики никому не нужны. Примерно такой разговор я сегодня услышала в автобусе от двух женщин пенсионного возраста. Вот если честно, я тоже не понимаю, как можно выжать на пособие в 1500 рублей не имея дополнительного дохода. Все остальное очень спорно и неоднозначно. Интересно многие или считают так же, как эти пенсионерки. Игорь Негода.